Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Мы блаженны с вами, что находимся на этом месте. Слава Богу! Бог дал хорошее время, хорошую возможность увидеть друг друга и вместе Ему молиться. Среди этой тьмы, среди этого мира, среди зла и беззакония Господь поставил город-убежище и поставил его так высоко, о котором сказал, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. Назвал этот город церковью. И помните, когда с Петром говорил, он сказал, что «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Слава Иисусу Христу! Итак, дорогие братья и сестры, мы уже много слышали сегодня об этой славной церкви. Они очень много поются. Но глава этой церкви – Христос. Сегодня я не знаю, как считать или с чем сравнивать. Десять – это много или это мало? Вроде бы в нескольких минутах, там 20 минут было в слайд показано или рассказано об истории этой церкви. И как брат уже подметил, были выделены только итоги, или так все сказано, положители. Но сколько было трудам, сколько было недопонимания, сколько было всего того, о чем просто не расскажешь. Но, дорогие друзья, мы, как служители, мы верим в слова Иисуса Христа, который сказал, что «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Слава Иисусу! Поэтому, дорогие строители, дорогие духовные строители, знайте, что дело, которое вы делаете на земле, которому призвал вас Господь, быть участниками строительства этого духовного дома церкви, Господь стоит за Своим Словом. Я буду очень краток, желаю поделиться некоторыми местами из Божьего Слова, и мы с вами вместе помолимся друг за друга. Мы благословим друг друга, но это доброе дело, я всегда говорю, на созидание тела Христова. Потому что есть люди, которые трудятся на разрушение. И потому Божье Слово об этом, дорогие, много говорит и повествует нам на созидание для устройства тела Христова. Итак, первое место, первое послание Петра, вторая глава, говорит такие слова Петр, говорит с третьего стиха. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженным, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Мы, как люди, привыкли требовать от кого-то. Правда? Когда кто-то делает какое-то дело, мы привыкли как-то судить, осуждать, проводить анализ и говорить, вот так Он сделал, вот неправильно Он сделал, вот неправильно Он сказал, вот неправильно Он повел, и так дальше. Божье Слово говорит первое, «Сами, как живые камни». Если, дорогие друзья, церковь, она действительно является живой церковью, если церковь действительно является той, в которой происходит жизнь, то там будет рост, там будет прибыль, потому что за этим стоит Господь. И, как написано, «И сами вы, как живые камни». Я думаю, дорогие, если физически посмотреть, мы не видели камни, я, например, не видел живого камня, который сегодня был здесь, завтра был там. Но в строении церкви это происходит. Если ты, дорогой друг, каждый из нас, мы составляем церковь, над которой глава Христос. Каждый из нас, Библия говорит, должен делать то дело, я об этом еще прочитаю сегодня, которому призвал нас Господь. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя». Дом духовный, священство святое, чтобы приносить жертвы Богу благоприятные. Дорогая церковь, дорогие друзья города Индианола, штата Йова, мы благословляем вас, мы благословляем поместную церковь, мы благословляем служителей, мы благословляем деканов, мы благословляем регентов, мы благословляем хористов, мы благословляем всех на доброе дело, потому что к этому призвал нас Господь и сказал, будешь благословлять, будешь и ты благословен. И второе место читаю, которое подобно говорит такие слова. Это вам наставление по местной церкви, потому что кто приехал, те уедут, но вам здесь жить и работать. И как было сказано о празднике, это хорошо. Но наступает в жизни наш понедельник. Приходит вторник, приходит среда. Приходит то, когда ты стараешься, а оно не все устрояется. Приходит то, когда ты думаешь, что оно так не получается. Приходит то, когда ты влаживаешь себя, а тебе говорят, что ты ничего не делаешь. Приходит то, когда ты старался что-то сделать, а кто-то пришел, тебя просто по рукам ударил. Такая жизнь наша на этой земле. И Библия об этом тоже говорит, что оказывается, нам нужно быть испытанными друг другом. Поэтому да поможет нам Господь каждому делать то дело, которому призвал нас Господь. Послание Фессианам, 4 глава, говорит такие слова с 14 по 16 стих. Мы сейчас не секрет живем в такое время, когда мы видим или слышим очень много учителей. Все учат, все говорят, я приведу пример из моей жизни, однажды ко мне подходит один брат и учит меня, как проповедовать. Ну, я его выслушивал. И слушая его речь, я ему задал такой вопрос, а ты проповедуешь? Знаете, какой был ответ? Он говорит, нет. Я говорю, как ты можешь учить меня, как проповедовать, если ты сам не проповедовал? Дорогие, только тот, кто вкусы в целого хлеба, кто попробовал этого труда, он, хотя имея маленький, но горький опыт, может кому-то подсказать. Но вы знаете, к сожалению, в нашей жизни, что мы настолько грамотные, настолько, ну, все понимаем и знаем, что готовы всех научить, кроме себя. Готовы всем подсказать, кроме себе. Готовы всех на место поставить, кроме себя. И Библия об этом говорит, что в последнее время появятся люди, которые будут увлекать, которые будут завлекать всяким ветром учения. Дорогие друзья, и Библия, ну, предостерегает меня и вас, и говорит так, по хитрому искусству обольщения. Помоги мне и вам, Господь, не обольщаться, не прельщаться, не смотреть, как оно искрится или как оно блестит, друзья. Оно всего лишь навсего фальшивое. Пусть, может быть, будет не такое яркое, но будет искренное и истинное, будет то, за которым стоит Господь. Если написано в Божьем Слове о церкви, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Так, дорогие друзья, Иисус желает, чтобы мы сегодня с вами, как церковь Иисуса Христа, Он слышал наш с вами голос. И это действительно была искренность в наших хожениях и в наших с вами служениях. Дальше говорит 15 стих. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, то есть мы с вами, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получая приращение для созидания самого себя в любви. Очень, может быть, сложный такой оборот речи. Я не знаю, молодежь, может быть, не совсем вы поняли, но я еще раз хочу вам прочитать. Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получая приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, если бы я задал вам вопрос в процентном отношении, сколько, возьмем церковь, любого города, любого штата, где вы находитесь, сколько процентов, посмотрите, в той церкви активных людей, людей, которые работают на созидание тела Христова? К сожалению, немного. Кто-то говорит 20, кто-то мне сказал, если 30 процентов активных церкви, то эта церковь уже прогрессивная, она уже очень много может сделать. А почему, к сожалению, так? Мы же все с вами следуем за Богом, мы же все с вами уверовали в Иисуса Христа, мы же все называемся Его детьми. И если спрашиваешь, в какой ты церкви, мы говорим, из какой церкви. Но очень часто, друзья, к сожалению, мы привыкли получать, но очень мало отдавать. Вот я даже сидел сейчас на этом месте, подошли дети и дали мне пакетик конфет. Как вы думаете, я сильно хочу покушать конфеты? Я думаю, что эти дети с нетерпением будут ждать, когда я приду и скажу, сынок, хочешь, я тебе отдам, покушай эти конфетки? Он возьмет и может даже спасибо не скажет. Но вот это уважение или вот это вот внимание, вы знаете, которое они проявляют к нам, как отцам, лично мое сердце тронуло. Я еще, дорогие, посмотрел, смотрю, так смс, и сын мой выслал. Папа, я тебя люблю. Happy Father Day. Вы знаете, я заплакал. Может, я такой вообще человек, что очень часто плачу, но вы знаете, друзья, я не нуждаюсь в конфетах. Я могу купить себе 100 килограмм, это очень просто. Но вот это вот внимание, которое дети проявили к нам, оно, дорогие друзья, как-то, ну, трогает мое сердце. Как-то меня располагает больше к моим детям. Я понимаю, что я нужен своим детям, и я себе представил такой вопрос, а как мой Отец Небесный? Нуждается ли наш Господь в жертвах? Нуждается ли наш Господь в наших финансах? Нуждается ли наш Господь? Библия говорит, что Господня земля, и что наполняет ее, друзья. Но сегодня Он ожидает от нас слова благодарности. Он ожидает от нас с вами взаимности. И потому, дорогие друзья, как было сказано, цените и дорожите церковью, в которой находитесь вы. Благодарите Бога, что вы есть частью этого тела Христова. Благодарите Бога, что Бог дал вам определенный труд трудиться в церкви. Что Он доверил вам определенную работу. И что характерно, что как в хорошей, дружной семье, папа делает свое дело, мама свое дело, дети делают свое дело. И в общем получают себе прибыль. Аминь. Например, я кушать не сильно люблю, но не умею готовить. Иногда готовлю, особенно сейчас иногда получается так. Но когда я прихожу домой, а дома накрытый стол, жена приготовила покушать, то даже то, что у меня было какое-то недовольство, оно где-то там остается. Приходит мир. Покушал хорошо. Церкви тоже, друзья. Каждый из вас. Вы не можете все петь. Вы не можете все играть. Но каждому из вас Бог дал определенный труд для созидания тела Христова. И у меня вопрос. Как вы думаете, ошибается Бог? Нет. Иногда мы говорим, вот я бы хотел бы ту работу делать. Делай то дело, которому призвал тебя Бог. Если Бог, дорогие, поручил тебе петь, пой, играть, играть, молиться, молись. Если приходит осуждение, это не от Бога. Я однажды такой услышал момент, не знаю, друзья. Вот братья рассказывали за одну сестру, которая, ну, она все видела. Она, не знаю, или была дальновидящая, или, может быть, далеко смотрящая. Но она видела и даже замечала братьев. Она замечала недостатки братьев, и она приходила, указывала им, рассказывала, как нужно. И вы знаете, когда ее спросили, и сказали, сестра, ну, что ж ты этим занимаешься? Она говорит, а у меня такой дар, говорит, вот видеть и обличать служителей. Но я думаю, что этот дар не от Бога. Поэтому, дорогие братья и сестры, всякое дело, которое вы делаете, посмотрите, оно работает на созидание или на разрушение. После встречи с вами, брат, например, вы со мной побеседовали, я вышел, я полный, ну, радости, я могу проповедовать, или, может быть, я вышел, у меня опущены руки. Вы знаете, что характерно? Я буду говорить открыто, я думаю, от этого тоже не секрет. Бывают такие моменты, что дьявол в духовном мире, он сильно все четко знает. И перед тем, как ты должен совершать какое-то служение, обязательно в жизни приходит какое-то искушение. И братья, которые уже имеют некоторый опыт, я даже прислушивался, и смотрю, они делают так, когда видят, кто-то к ним подходит, но они не знают, как после этого будет. Они раз в стороной большие говорят, брат, мы с тобой побеседуем после служения. Вы знаете, и такие вещи бывают, мы в церкви, мы народ Божий, но мы же с характером или нет? И у каждого, кстати, свой характер, и как-то мы хотим под свой характер, чтобы все остальные понимали. Но смотрите, Христос возлюбил церковь такую, какая она есть. Библия говорит, предал себя за нее, дорогие друзья, посредством слова Он приобрел ее себе. И смотрите, из ничтожной, из негодной, из ненужной Он сделал славную церковь, слава Ему. Потому что Он пошел на крест Голгофы, и Библия говорит, мы отвращали от Него лицо свое, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, мы рассуждали, что видишь, Он был наказуем, Он был поражаем, но Он на это не смотрел. Потому что Его любовь, она влекла ко мне и к тебе. Дорогие друзья, мы будем идти уже к молитве. Время очень быстро бежит, и я бы хотел пожелать вам, друзья, мы всегда, когда переезжаем в штат Айова, город Индианола, я не знаю, переживаем большие благословения. Я скажу лично за себя, я всегда радуюсь, всегда Бог благословляет по-особому. И я даже смотрю, вот даже с этим зданием так Господь обильно устроил. У Бога есть свой промысел по отношению твоего труда, твоего служения, твоей жизни в этом городе. Город Индианола. И я бы хотел пожелать вам, друзья, то, что вы делаете доброе дело по отношению принимая Божий народ. Сколько мы слышим, наверное, здесь самое большее приезжает народа. И молодежь, и другие служения вы делаете, хотя в процентном отношении, может быть, вас не так много, друзья. Но я бы хотел, чтобы каждый из вас занял свое место и поддерживал труд служения. Потому что, возьмите простой пример, даже открыть церковь ключа. Если вовремя человек не придет и не откроет, мы будем стоять за дверьми. Даже включить свет. Если человек не включит свет, вроде маловажное, но насколько оно важно это дело, когда делается все вовремя. И поддерживайте руки тех, которые сегодня стоят на передовой. Для вас это не секрет, что дьявол, он хитрый, он бьет идущих впереди. Написано, поражу пастора, и что? И рассеются овцы. Дьявол знает, дорогие друзья, почему бить и как бить. Дьявол знает, с какой стороны подходить. Но Библия говорит нам, как его церкви, противостойте ему твердую верою. Это призывает нас и каждого из нас сегодня святое Божье Слово. И мы будем идти уже к молитве, друзья. Есть такое согласие. Мы имеем наших братьев-служителей. И мы сегодня хотим благословить эту славную церковь. Церковь, за которую страдал Господь. Церковь, ради которой он пошел на крест Голгофы. Церковь, которую он, дорогие друзья, приготовил для себя. И день придет, и встреча-то настанет. Аллилуйя.